Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класса о втором излях Полонский и Кер под номером 1163. Нас просят вычислить, используя вынесение общего множителя за скобки. Итак, под номером 1. 2,49 умножить на 1,35 минус 1,35 умножить на 1,84 и плюс 1,35 в квадрате. Что значит 1,35 в квадрате? Это 1,35 умножить на 1,35. Поэтому выносим за скобки общий множитель 1,35. В скобках остается первое произведение, если мы разделим на 1,35, останется 2,49 минус. Второе произведение делим на 1,35. Получаем 1,84. И третье произведение, потому что 1,35 в квадрате это 1,35 умножить на 1,35. 1,35 вынесли и еще осталось 1,35. Ну и теперь вычислим значение в скобках. 2,49 плюс 1,35. К 9 сотым прибавляем 0,35. 14. 1 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 3, 7. 7 плюс 1, 8. И к 2 прибавляем 1,3. Получили 3,84. И теперь от 3,84 вычитаем 1,84. Получаем 2. 1,35 умножаем на 2. Я запишу это в столбец. 5 у 2, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 3 жды 2, 6 и 1 запоминали 7. И 2 жды 1, это 2. Отделяем с запятой столько знаков, сколько умножителей после запятой. У нас 2 знака, отделяем их. И смотрим, у нас 0 после запятой на конце. Можно его отбросить. Получаем 2,7. Запишем под номером 2. Перепишем условие. 0,25 в квадрате умножить на 1,6 плюс 0,25 умножить на 1,6 в квадрате минус 0,25 умножить на 1,6 и умножить на 0,85. Итак, рассмотрим степени с основанием 0,25. В первом слагаемом у нас 0,25 в квадрате, во втором 0,25 в первой степени и в третьем выражении у нас 0,25 в первой степени. Выносим с меньшим показателем 0,25. Теперь для степеней с основанием 1,6. В первом слагаемом у нас есть множитель 1,6 в первой степени, во втором слагаемое 1,6 в квадрате и в третьем выражении у нас тоже 1,6, поэтому выносим 1,6. Ну и теперь разберемся, что остается в скобках. 0,25 в квадрате делим на 0,25. Это будет 0,25. Или если вам понятнее 0,25 в квадрате, можно представить как 0,25 умножить на 0,25. Тогда дальше плюс 0,25 мы вынесли, 1,6 вынесли и еще есть множитель 1,6. Минус 0,25 вынесли, 1,6 вынесли за скобки и еще у нас остается 0,85. 0,25 плюс 1,6 это будет 1,85. От 1,85 вычитаем 0,85. Это будет 1. И тогда нам нужно только найти произведение 0,25 умножить на 1,6. Можно это сделать проще. 0,25 это 1,4. И умножаем на 1,6. Для этого 16 делим на 4, это 4. И запятой отделяем один знак. Получаем 0,4. Для кого это непонятно, можете в столбик разделить 1,6 на 4. Или 0,25 умножить на 1,6. Я это сделаю. 0,25 умножаем на 1,6. 6 и 5, 30. 0 пишем, 3 запоминаем. 6 и 2, 12 и 3 запоминали, 15. И 1 умножаем на 25, это 25. Сносим 0. 5 плюс 5, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 2, 3 и 1 запоминали, 4. И теперь запятой отделяем 3 знака, потому что у первого множителя 2 знака после запятой, и у второго 1 знак, всего 3. Отделяем. Получаем 0,4. Нули на конце, после запятой можно откинуть. Третье. Переписываем условия. 3,24 умножить на 18,7 минус 3,24 умножить на 16,4 и плюс 2,3 умножить на 6,76. Пока что мы видим только один общий множитель. Это 3,24, подчеркнем его и вынесем за скобки. В скобках у нас остается 18,7 минус 16,4. И перепишем. 2,3 умножить на 6,76. И найдем значение выражения в скобках. От 18,7 вычитаем 16,4. От 7,10 вычитаем 4,10. Это 3,10. От 18,0 вычитаем 16,0 это 2,0. Итак, у нас получилось произведение. 3,24 умножить на 2,3 плюс 2,3 умножить на 6,76. Мы можем 2,3 вынести за скобки. Тогда в скобках останется 3,24 плюс 6,76. Ну и теперь к 6,00 прибавляем 4,10. 0 пишем, 1 запоминаем. К 7,10 прибавляем 2,10. 9 и 1 запоминали. 10, 0 пишем, 1 запоминаем. Отделяем запятой. К 6,00 прибавляем 3,9 и 1 запоминали. 10, 0 после запятой можно откинуть. И тогда будет 2,3 умножить на 10. При умножении на разрядную единицу мы запятую передвигаем вправо на столько знаков, сколько нулей у разрядной единицы. У нашей разрядной единицы только 1,0. Поэтому на один знак вправо переносим запятую и получаем 23. Четвертое. Перепишем условие. 5,12 умножить на 9,76 плюс 5,12 умножить на 5,36 и минус 5,12 в квадрате. 5,12 в квадрате это 5,12 умножить на 5,12. И тогда у нас есть общий множитель. Это 5,12. И тогда в скобках остается 9,76 плюс 5,36 и минус 5,12. Можете карандашом записать на 5,12 в квадрате, что это 5,12 умножить на 5,12. 5,12 у нас общий множитель. Мы вынесли его за скобки. И поэтому у нас осталось 9,76 плюс 5,36 и минус 5,12. Ну и теперь найдем значение выражения в скобках. Для этого сначала прибавим к 9,76 5,36 6,06 6,06 плюс 6,06 это 12,12 2 пишем, 1 запоминаем 7,10 плюс 3,10 это 10 и 1 запоминали 11 1 пишем, 1 запоминаем 1 плюс 9 10 и 10 плюс 5 15 получили 15,12 от 15,12 вычитаем 5,12 получаем 10 и тогда мы 5,12 умножаем на 10 передвигаем запятую вправо на один знак получаем 51,2 все мы справились с вами с заданием если вам понравилось наше видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал если остались вопросы из предложения или замечания оставляйте их пожалуйста в комментариях под этим видео спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!